В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Обработку, да, конечно. Молодцы, молодцы. Ничего не могу сказать. Постоянно обрабатывают. В округе продолжается дезинфекция подъездов и детских площадок. Слепой передвигается, куда-то пришел, но, на мой взгляд, это уже победа. 13 ноября мир отмечает День слепых. Как живут и учатся люберчане, лишенные зрения. Потому что робот становится функциональным, можно делать с ним много всяких вещей. Люберецкие школьники заняли призовое место на Всероссийском чемпионате по робототехнике. Примерно 10 или 15 минут я делаю пресс. Разные виды. И отжимания от пола. Цена всероссийских и мировых рекордов. Юная спортсменка Ксения Лукина достигает взрослых результатов. В администрации округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений ведомств доложили об обстановке в Люберцах и поселках. За прошедшую неделю в полицию поступило 1800 обращений. Возбуждено 29 уголовных дел, 21 раскрыто по горячим следам. Больше 10,5 тысяч раз жители округа обращались в единую диспетчерскую службу 112. Из них 677 на горячую линию администрации. В единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа за неделю поступило 4141 обращения. Из них по вопросам электроснабжения 487, водоснабжения 687. С работой центрального отопления связано 408 обращений. С работой с обслуживанием домов при домовой территории 336. 8 обращений касались освещения подъездов и дворов. В округе продолжаются работы по содержанию уличнодорожной сети. Устанавливаются новые дорожные знаки. Завершена укладка асфальта на участке Лыткаринского шоссе. В ближайшее время там проведут укрепление обочин. Ночью уже заморозки пошли. Понятно, что будут и осадки в виде дождя и снега. Такой период на соседний. Поэтому все дорожники должны быть готовы. И посыпать, и убирать, и содержать дороги. Чтобы не было наледей и прочее. Это как бы у нас опыт такой есть. Поэтому мы к этому должны быть готовы. Чтобы это не произошло внезапно, и мы не ждали. В рамках контроля и исполнения поручений главы городского округа приведены в порядок территории в Люберцах. Убран мусор в поселке Октябрьский. В Малаховке вывезены покрышки. Восстановлено остекление остановочного комплекса. Однако ряд поручений при этом остался неисполненным. Обращаем внимание на ситуацию в Люберцах на Красногорской, 3. Вместо демонтированного мегабака не установлена контейнерная площадка. И жители выбрасывают мусор прямо во дворе. Не убрана территория в Люберцах, Комсомольский проспект, вблизи коллектора. А также на улице Черемухин, 10. Не восстановлено освещение на детской игровой площадке Люберц, улица 2 Толстого. Глава округа поручил устранить все недочеты. У коммунальных служб есть ровная неделя. В округе продолжается профилактическая работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Специалисты ежедневно обрабатывают подъезды и прилегающую территорию дезинфицирующим раствором. Тему продолжит Григорий Ворванин. Пока большинство жильцов многоэтажки на работе, сотрудники управляющей компании обрабатывают подъезд дезраствором. Скорость не главное. На первом месте качество дезинфекции. Поэтому распыляют средства на каждый сантиметр поверхности. К подобным профилактическим мерам борьбы с вирусом жители привыкли и не удивляются людям в защитных костюмах. Обработку, да, конечно. Молодцы, молодцы. Ничего не могу сказать. Постоянно обрабатывают. В ведении управляющей компании «Содействие» 330 домов. Находятся они в поселках Красково, Томилино и Октябрьский. Ежедневно более 80 человек проводят дезинфекцию всех подъездов. В первую очередь обрабатывают кнопки домофонов и лифтов, дверные ручки, перила и почтовые ящики. Мы обрабатываем не только подъезды, еще и детские спортивные площадки, контейнерные площадки. Поэтому каждый человек у нас задействован. Чтобы не распространялась эта коронавирусная инфекция, делаем все возможные мероприятия по профилактике. Хлора и спирт содержащие растворы для дезинфекции не замерзают. Поэтому работы по обработке подъездов и детских площадок продолжатся и с наступлением заморозков. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Проект бюджета, Дорожный фонд и Молодежный парламент. На очередном заседании Совета депутатов городского округа Люберцы, которое прошло в онлайн-режиме, в парламентарии обсудили несколько вопросов. Во главе повестки проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, как и ранее, городская казна будет дефицитной. Разница между доходами и расходами составит 740 миллионов рублей. Чтобы завершить реализацию действующих программ, в администрации планируют взять кредит порядка 400 миллионов рублей. Объем доходов бюджета прогнозируется в размере 11 миллиардов 341 миллион рублей с ростом к 2020 году 104,5%. По структуре доходов 43,8% доходов приходится на собственные налоговые и неналоговые доходы. Это составляет 4 миллиарда 967 миллионов. К уровню 2020 года 94%. То есть мы наблюдали здесь снижение. И 56,2% это нефтебюджетные трансферты. В сумме 6 миллиардов 374 миллионов. Проект городского бюджета принят депутатами единогласно. Теперь он будет вынесен на публичные слушания. Они пройдут 27 ноября в 15.00 также в режиме онлайн. 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2019 год на недвижимость, землю и транспорт. Начиная со 2 декабря будут начисляться пении в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка России. Оплату можно произвести, не выходя из дома, в личном кабинете налогоплательщика, на сайте Федеральной налоговой службы России или в онлайн-сервисе банка-партнера. Дополнительную информацию смотрите на сайте налог.ру или звоните по телефону контакт-центра ФНС России, который вы видите на экране. В городском округе проходит плановая проверка газового оборудования в квартирах. Сотрудники управляющей компании ЛГЖТ и специалисты газовой службы работали в домах на юбилейной. Наш корреспондент Луиза Егязарян присоединилась к рейду. Детечки газа у нас не обнаружено. Рекомендация в данном случае только замена газового крана. Убедиться в исправности газового оборудования должен каждый. От этого зависит безопасность и собственная, и соседей. Проверку состояния плит и колонок необходимо проводить не реже одного раза в год. Мы формируем графики обхода по абонентам и наши сотрудники проводят техническое обслуживание. Проводят обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов. То есть все, что связано с газом. Проверка внутриквартирного газового оборудования – вопрос, который держат под особым контролем. В столичном регионе действует партийный проект «Школа грамотного потребителя». По линии ЖКХ эту программу в городском округе Люберцы курирует генеральный директор ЛГЖТ Мамед Азизов. Я провожу по своей линии разные проверки. Сегодня у нас одна из проверок внутриквартирных газового оборудования. К сожалению, проблема есть доступа. Хотелось, чтобы специалисты пускали. Все-таки это безопасность. Вы же знаете, сколько несчастных случаев происходит в нашей стране и по миру. Мы раздаем специальные памятки о безопасной эксплуатации газовых приборов. Чтобы не оказаться жертвами мошенников, жителям рекомендуют проверять информацию о приходе специалиста газовой службы в ЕДДС ЖКХ городского округа Люберцы. А при любом подозрении на утечку газа необходимо обращаться по телефону 0-4 или 112. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Фронтовик Иван Денисович Красненко получил новую газовую плиту. Волонтёры Молодой гвардии «Единой России» доставили её по поручению Владимира Ружицкого. Вместе с активистами ветерана навестила наша съёмочная группа. Плиту надо заменить. Плиту, да? Да. Хорошо. В октябре глава округа вручил Ивану Денисовичу Красненко мобильный телефон с именным сертификатом на бесплатную связь в рамках акции «Мобильные бригады помощи». Во время визита ветеран пожаловался на плохо работающую газовую плиту. Не прошло и месяца, как фронтовик снова принимает подарок. Большое спасибо всем, конечно, что не забывают. Я там, как говорят, один остался. Но без помощи Иван Денисович не остаётся. Продукты ему регулярно привозит внук. А вот на кухне фронтовик орудует самостоятельно. С блюдами, которые в первую очередь планируют приготовить на новой плите, уже определился. Борщ, щи и супы разные. Иван Денисович Красненко родился в 1925 году в Воронежской области. В 1943 году был призван на фронт. В 1944 в Прибалтике получил ранение и был контужен. После войны вместе с семьёй переехал в Москву, а вскоре поселился в Малаховке. Ни один ветеран Люберецкого округа не остаётся без внимания. Волонтёрский штаб возобновил свою работу. И мы на постоянном контакте с нашими ветеранами. Им зачастую нужна наша помощь больше всего. У нас их не так много осталось. Чуть больше ста человек. Обещанный подарок ветерану доставили волонтёры молодой гвардии «Единой России». В ближайшем времени Иван Денисович сможет готовить любимые блюда на новой плите. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Новый облик и современные методы лечения. В стоматологической поликлинике на юбилейной проходят масштабные преобразования. Кроме ремонта помещений, в учреждении обновляют мебель и медицинское оборудование. Наша съёмочная группа ознакомилась с этапом проводимых работ. Рассматривая первый и второй этажи, складывается впечатление, что это два разных здания. Наверху современный медицинский центр, внизу поликлиника советских времён. Но скоро этот объект примет единый облик. Масштабный проект пока в стадии реализации, но на сегодняшний день уже проделана большая работа. Мы отремонтировали крышу. Мы поменяли практически все батареи. Мы постепенно меняем эти проценты уже 70-80 цвета, поменены на светодиодные лампы. А ещё проведён косметический ремонт во всех кабинетах. Чтобы завершить работы, остаётся преобразить холл и коридоры на первом этаже, завести новое оборудование и мебель в те помещения, где пока пользуются старыми. До 10 декабря в поликлинике появится 13 стоматологических установок и компьютерный томограф, позволяющий делать снимки челюсти в проекции 3D. То, как сегодня стоматология готова в рамках санэпид-режима, термометрия, бахилы, взрослые, детские, регистратура, наличие СИЗов, это всё говорит о том, что стоматология современна, актуальна, а пообщавшись с пациентами, мы видим о том, что она ещё и доступна. Детское отделение стоматологии в масштабных обновлениях не нуждается. Оно открылось в июне этого года и отвечает всем современным стандартам. Завершить намеченные планы руководства поликлиники рассчитывает летом следующего года. Луиза Игязарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во всём мире 13 ноября отмечают День слепых. Он утверждён Всемирной организацией здравоохранения и призван привлечь внимание к тем, кто лишён возможности видеть. Как живут и учатся люди, которые смотрят на мир с помощью звуков и на ощупь, Григорий Ворванин расскажет. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». «Беречь здоровье» и в первую очередь зрение. Учеников Малаховской школы-интерната приучают с первого класса. В середине каждого урока гимнастика. Она помогает глазам отдохнуть. Не напрягать зрение во время учёбы помогают и современные приборы. Видеоувеличитель позволяет приблизить даже самый мелкий текст. В старших классах, помимо изучения общеобразовательных предметов, ребята осваивают робототехнику. Также учатся читать книги с помощью специальной программы. Она озвучивает любой печатный текст. «Она говорит из знаки пропинания и прочее. Ещё нужно распроводить настолько ровно, как человек, походу, не способен сделать, чтобы он распроводовал буквы, а не какие-нибудь цифры, иностранные буквы и прочее». Обучение в таких школах длится 12 лет. За это время ребята успевают освоить школьную программу, а тифлопедагоги и окулист с помощью медицинского оборудования и методик помогают скорректировать зрение. Это позволяет выпускникам поступать в любой вуз. «Выпускница 12 класса у нас поступила в МГУНУА экономический факультет. Она была медалисткой, золотой медалью закончила школу. После 10 класса у нас поступили в медицинский колледж. Дети также поступили в Реутово колледж». Это производственное предприятие «Модуль». Здесь трудятся преимущественно слабовидящие. Они комплектуют и упаковывают детали. Сейчас выполняют заказ от производителей лифтов. В настоящее время предприятие загружено на половину своей мощности. «Готовы взять дополнительный объем по сборке и упаковке различных изделий. Это все в плане переговоров. Значит, профиль предприятия – это сборка картонашных изделий, это сборка каких-то маленьких электрожгутов, сборка светоустановочных изделий. Плотно раньше работали с типографиями, плотно работали с кондитерскими фабриками по сборке подарочных наборов». Местное отделение Всероссийского общества слепых насчитывает 170 человек. Его председатель Павел Синёв постоянно помогает им, кому советом, кому делом. В первую очередь рассказывает, как правильно считывать тактильную плитку. С продольными полосами подскажет направление движения. Другая, с мини-полусферами, предупредит об опасности, например, о ступеньке. «Слепые пользуются не только тактильными обозначениями на дорогах, но и навигаторами. Есть приложение в смартфоны, по которым слабовидящие или слепые пользуются как навигаторы. Там буквально до того, что там тут ступени, там подъем и так далее, так далее, так далее». Почти год ориентироваться в городском пространстве Светлане Телицыной помогает собака-поводырь Честер. Лабрадор позволил Люберчанке совершать мини-путешествия по городу без помощи родных. Ведь четвероногий помощник всегда найдет путь домой. Единственное, с чем столкнулась Светлана, в магазины, поликлинику и другие организации с Честером ее не пускают. Хотя по закону на собак-поводырей этот запрет не распространяется. Ведь по документам ПЕС – техническое средство реабилитации инвалида. «Приходится объяснять, рассказывать, показывать документы. И то, что, на мой взгляд, объяснять не должно было бы быть. То есть слепой передвигается, куда-то пришел, но, на мой взгляд, это уже победа. Но нет, нас очень много не пускают. Или же приходится пройти сначала процедуру через главного администратора, а потом уже нам рады в этих же магазинах». В последние годы в Люберцах много сделано для безопасного передвижения по городу. Особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья. При реконструкции тротуаров укладывают тактильную плитку, устанавливают перильные ограждения и светофоры со звуком. В будущем работа в этом направлении продолжится. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Стать заметными на дороге помогают инспекторы ГИБДД. В рамках социального раунда «Засветись» для красковских школьников они провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Где разместить светоотражатель, чтобы тебя заметили водители, узнавали и мои коллеги. Уроки по безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД проводят регулярно. На этот раз они пришли в Красковскую гимназию. В первую очередь рассказали, как важно, чтобы водители видели пешеходов в любое время суток. Я машина. Да. Допустим, вы машина. Подходит пешеход. Да? Вот посмотрите, пешеход подходит по опере. Я не вижу этого пешехода. В темное время суток его не видно, поэтому нам сейчас нужно куда-то налепить на портфельце возвращающий элемент. Куда мы его будем лепить, как вы думаете? Да. Правильно, в верхнюю, в боковую часть. Портфеля. Светоотражательные украшения, говорят в ГИБДД. Прежде всего, это атрибут, помогающий сделать вечерние прогулки даже по городу еще безопаснее. Сейчас, в осенне-зимний период, когда происходит уменьшение светового дня, и пешеходов, особенно в пасмурную погоду, в темное время суток, если пешеход передвигается в темной одежде, его, к сожалению, на дороге не видно. Это подтверждают и сами водители. Юлия Подлеснова, двукратный чемпион Московской области по автомобильному спорту, уверена, чем раньше водитель заметит пешехода на дороге, тем больше шансов избежать трагедии. Мы за то, чтобы на всех пешеходах были светоотражающие элементы. Так проще видеть, так лучше. Реакция торможения, естественно, увеличивается. Но, в принципе, мы видим пешеходов только тогда, когда они оснащены светоотражающими элементами. На современную одежду, особенно детскую, дизайнеры все чаще добавляют световозвращающие элементы. Точно такие же есть и на школьных рюкзаках. Самое главное, чтобы они отражали свет автомобильных фар. Проверить качество световозвращающих элементов можно и в домашних условиях. Для этого не обязательно ждать вечера. Берем значок, мобильный телефон, включаем в режим фото, обязательно делаем это со вспышкой. И если значок светится в темноте, значит вас точно заметят вечером на дороге. Во время мастер-класса ребята сами вырезали световозвращающие наклейки и прилепили их на школьные рюкзаки. В ближайшее время заметных детей на дороге станет больше. Сотрудники Люберецкой ГИБДД проведут еще несколько мастер-классов. Завершится социальный раунд «Засветись» 29 ноября. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Умные игры с перспективой на будущее. Люберецкие школьники заняли призовое место на Всероссийском фестивале «Робофест», который в этом году впервые проходил в онлайн-формате. С юными техниками пообщался наш корреспондент Александр Колганов. Третье место, Квазар, это Московская область, город Люберца. Призовое место на самом крупном чемпионате по робототехнике в Европе завоевали эти два школьника. Артем Хиценко и Владимир Борисов. В финале соревнований ребятам удалось обойти более 40 команд. Артем увлекается роботами 4 года. Считает, что за ними будущее. Артем отвечал за техническую часть проекта. Володя Борисов управлял мозгом робота и координировал его движения. С техникой Володя тоже на «ты». Говорит, что недавно подчинил дома робот-пылесос и электрочайник. Но школьник признается, программирование увлекает его больше, чем конструкция и сборка машины. Мне эта тема очень интересна, потому что это связано с математикой и информатикой. Мне это нравится. Почему? Потому что банально робот может, например, что-то поднять, куда-то перенести. И мне это интереснее, чем робот просто куда-то проехал, назад вернулся. Потому что робот становится функциональным, можно делать с ним много всяких вещей. Чтобы вот такой робот быстро и правильно выполнил свою задачу на соревнованиях, важно не только корректно его собрать, но и правильно запрограммировать. От слаженной работы напарников зависел конечный результат выступления. На старте машина должна была распознать два цвета и их расположение. А затем найти все это на игровом поле. Сложность состязаний была в том, что расположение цветных квадратов на карте ребята узнали непосредственно перед выступлением. Робототехника сейчас популярна и в то же время серьезное направление дополнительного школьного образования. Это большое подспорье в развитии мышления и интеллекта. Занятия тренируют усидчивость, концентрацию и дают возможность научиться решать действительно сложные задачи. То есть это тот навык, который, во-первых, может пригодиться будущим инженерам и будущим программистам. Но на самом деле навык решения сложных задач и навык и упорства, и возможность идти к конечной цели – это тот навык, который пригодится на самом деле в любой профессии, в любой сфере жизни в дальнейшем. Следующими соревнованиями, в которых обязательно примут участие Артем и Володя, будет Кубок губернатора Московской области и Всемирная Олимпиада роботов. Еще одна Люберецкая школа обзавелась многофункциональной спортивной площадкой. На этот раз 21-я школа. Обустройство зоны для занятий спортом завершилось неделю назад. Новый объект уже опробовали юные футболисты. Эту площадку педагоги и ученики 21-й школы ждали давно. Вот как выглядела территория для занятий физкультурой раньше. Сейчас это современный многофункциональный комплекс, включающий в себя несколько спортивных зон. Основную площадь – полторы тысячи квадратных метров – занимает футбольное поле. Вокруг него беговая дорожка, прыжковая яма, благоустроенный газон и воркаут-площадка. У нас будет площадка для бадминтона. Буквально застройщик обещал как бонусом нам сделать разметку на этой площадке. И вот таким образом у нас буквально все виды спорта можно будет на этой площадке демонстрировать. На новой спортивной площадке уже прошло первое занятие. Это право предоставили юным футболистам. Качественный газон и просторное поле оценили как дети, так и учителя. Ребята очень рады. У них глаза у всех горят, что у нас появился. Мы долго ждали этого. Появилась у нас такая хорошая площадка. Будем ждать, наверное, дальнейших спортивных достижений. Средства на создание такой спортивной зоны выделили из бюджета городского округа Люберцы. Строительство площадки обошлось 8,5 миллионов рублей. Обращались жители города в администрацию городского округа Люберцы с просьбой модернизировать площадку, которая здесь была. И мы надеемся, что строительством такого спортивного комплекса ребятам будет намного интереснее заниматься физической культурой на улице. Такие многофункциональные спортивные комплексы стали появляться на территории Люберецких школ с 2018 года. Это уже седьмая по счету площадка, но по заверению властей не последняя. Луизия Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Пятый по счету рекорд мира. Седьмой рекорд России. Юная спортсменка из Люберец Ксения Лукина покоряет новые вершины в подтягивании на перекладине. Живет спортом, изучает английский, математику называет царицей наук. И мечтает в будущем создать свою большую дружную семью. 40 подтягиваний за одну минуту и 47 повторений за один подход. В это сложно поверить, но хрупкой восьмилетней Ксюши Лукиной нет равных ни в нашей стране, ни в мире. Эти спортивные трофеи, которые украшают комнату, завоеваны за два года. Вот перчатки от самого Николая Валуева. Ты молодец. Увидев твой пост, потом увидишь, что ты делаешь, я просто обязан. Я очень хочу подарить тебе эти перчатки с личным автографом и записью на память. Но целеустремленная девочка на этом не останавливается. Каждое утро Ксюша обязательно начинает с зарядки. Примерно 10 или 15 минут я делаю пресс, разные виды и отжимания от пола. Спорт занимает в жизни рекордсменке особое место. Но и для творчества она находит время. Занимается музыкой, пением. Два раза в неделю посещает занятия по актерскому мастерству в театральной студии. Кажется, вижу, какие слабые монтажки. Вот это вам хвост принесли. Ой, спасибо. Каждый день я расписан по минутам. Большая часть времени, конечно, проходит в школе. Плотный график на учебе не отражается. Напротив, Ксения – круглая отличница. Это тот редкий случай, когда ребенок преуспевает во всем. Девочка очень скромная и никогда, в общем-то, не гордится своими каким-то особенным достижениями. Все это делает очень мило, очень приятно, очень творчески. Она старается быть первой везде и в творческих конкурсах, и в олимпиадах. Она лидер, но она такой тихий лидер. Она никогда не будет себя рекламировать. В будущем Ксюша видит себя фитнес-тренером. Поэтому любимый предмет в школе, естественно, физкультура. В списке самых интересных уроков – английский и математика. Английский – это очень интересно. Учишь новый язык, математика, там развиваешь ум. Математика – это же царица наук. Нужно получать знания, потому что без знания никак. После школы снова на сцену. С пяти лет Ксения Лукина постигает азы хореографии. Три раза в неделю занимается в Красковском культурном центре. Девочка уверена – танцы – это не просто развлечение. Танц для меня означает приятное чувство и напряжение. И при этом это поучает быть вносливее и никогда не сдаваться. Вы подумали это все? Ошибаетесь. После танцев домой, но не отдыхать, а заниматься английским. Иностранный язык Ксюша изучает онлайн. Мой номер Ксюша. Такую дисциплинированность прививает именно спорт, уверен папа Ксюши. Причем это касается не только ребенка, но и самих родителей. Вот у нас сына не одна, у нас родители. Стараемся как-то везде поспеть и поработать, и позаниматься, и вниманием делить детям. Себе же спорт опять-таки. После насыщенного дня можно уже расслабиться. Ксения признается, подурачиться вечером с братом и сестрой и поиграть с ними – это еще одно любимое занятие. Маленькая рекордсменка раскрыла нам и свою мечту. Я хочу, когда вырасту, чтобы было много денег. Я купила маме с папой дом, бабушке с дедушкой, себе большой дом, чтобы у меня была собачка и кошечка. И еще, чтобы у меня, конечно, были дети. И муж. Луиса Аиги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Здесь не три грации, 220. 40 из них – люберчанки. В округе прошел открытый турнир по художественной гимнастике среди спортсменок от 8 до 12 лет. Организатор соревнований – физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия». Во дворце спорта «Триумф» побывала наша съемочная группа. Стать чемпионкой, потом тренером. Планы на спортивную карьеру у восьмилетней Евгении Захаровой серьезные. Амбиции юной спортсменки легко подкрепляются ее достижениями. Выступление с обручем ей принесло первое место. Секрет успеха Женя видит в позитивном настрое. Делать все с радостью, с удовольствием. И не делать, не стараться, не делать ошибок. Я уже давно занимаюсь, с трех лет. И она мне приносит радость. И я очень сильно люблю на гимнастике заниматься. Открытый турнир физкультурно-спортивного общества профсоюзов по художественной гимнастике состоял из групповых и индивидуальных выступлений. Юных гимнасток оценивали сразу четыре судейские группы. Одна бригада, которая смотрит элементы тела. То есть смотрит, как девочка делает повороты, равновесие, прыжки. Другая бригада смотрит работу предмета. Как она его бросает, как она его ловит. Третья бригада – артистики. Как девочка артистично двигается, соответственно, музыки. И четвертая бригада снимает ошибки. Упала, уронила, потеряла, ушла за площадку. В открытом турнире по художественной гимнастике приняли участие 220 юных гимнасток со всего Подмосковья. Люберецкий округ представили 40 спортсменок. Я вижу прогресс гимнастской. Я хочу сказать, потому что сейчас мы четыре раза в неделю тренируемся в триумфе, в прекрасном зале. Поэтому, конечно, прежде чем добиться какого-то результата, надо дать условия для работы. Вот то, что сейчас мы находимся в триумфе и тренируемся четыре раза в триумфе, конечно, оно даст свои последствия. В Люберцах художественной гимнастикой занимаются более 300 юных спортсменок. Занятия проходят в спортивной школе Олимпийского резерва и во дворце спорта «Триумф». Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершился футбольный турнир, посвященный памяти известного земляка Василия Дрюкера. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Коронавирус вынудил изменить формат проведения соревнований, но это не отразилось на эмоциях игроков и на кале страстей на футбольном поле. Кто завоевал переходящий кубок? В нашем следующем сюжете. На 15-й турнир, посвященный памяти Василия Дрюкера, приехали далеко не все спортсмены. Многим ветеранам футбола уже за 65, и они соблюдают режим самоизоляции. Мы планировали пригласить 8 команд, но сошлись на формуле турнира буквально две команды. Это ФК «Торпеда Люберца» ветераны и приглашенные друзья Василия Дрюкера, те, которые с ним играли, те, которые его знали. Отсиживаться в обороне обе команды не собирались. С первых минут они играли в открытый атакующий футбол. К перерыву счет был уже 2-0. Михаил Христич много раз участвовал в этом турнире. Сейчас за игрой наблюдает со стороны. Подвело колено. Футболист вспоминает, в молодости играл вместе с Василием Дрюкером. И на поле, и за его пределами команда считала центрального нападающего своим лидером. Он создавал ситуации, что команда стремилась через него всю игру. И направлено все атаки были на него. Он очень интересный был в завершении атак в футболе, как говорят. Острый очень, как мы говорим. Пережал, мыслил. И немножко такого, знаете, типа таранного, как говорят. Среди болельщиков сын Василия Дрюкера, Дмитрий. В недавнем прошлом тоже футболист. Несмотря на то, что лично знает всех участников турнира, в любой ситуации болеет только за торпеда. Я начал болеть, когда торпед со Спартаком в 72-м году. Торпеда, кубок выиграл они. 0-0 сыграли, 1-1, я хорошо помню. И по пенальке 5-1. И вот я стал за торпеду болеть так на всю жизнь. За московскую. А потом в Люберецком играл. Для меня торпеда, это торпеда. Высшее мастерство забивать голы в окружении соперников. Именно так на поле и делал Василий Дрюкер. Это пытались продемонстрировать и ветераны спорта. Итог матча 5-1 в пользу друзей Василия Дрюкера. До следующего турнира переходящий кубок будет храниться у этой команды. Через год предстоит нелегкая задача – подтвердить статус чемпиона. В турнире, посвященном памяти Василия Дрюкера, это еще никому не удавалось. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова